Ну что, у нас сейчас начнется шоу-матч по Pooch Wars'ам. Pooch Warrior 33, это, по-моему, фаник. И у нас Каспер будет играть от лица. Просто, просто Каспер будет. Где там Каспер? Вот он, Каспер. А вот просит Готс поменять никнеймы. Я в апсах тут. Ну, вы понимаете, что пока еще это неофициальный мод. И поэтому не совсем понятно, а фул. Фул это Артизи? Нет. Фул это не Артизи, по-моему. 14.37. Done. Changed. Да, ну, короче, играет Готс. Играет Артизи. 14.37. Фаник, Дэнди, Бёрнинг. Играет Каспер, Экскалибур. Играет, также, Бульба. Ииии... Я не помню, кто еще играет. Зай. И Зай еще играет. Зай. Да, я в. Я не знаю, кто, но, что-то. Я знаю, как, несколько человек. В любом случае, Дэнди победит. Да, у Дэнди никнейм Картошечка. Где он там? Где там Дэнди? Где-то он тут есть, короче. Дэнди. Вот Картошечка. Вот это Дэнди. Можно сориентироваться, можно по... Self-made set у Дэндимона. Вот он, Картошечка. Ну и... Сейчас начнется. Рубилище. А, сейчас еще надо перезайти в игру всем, чтобы никнеймы поменялись. Ну и Бёрнинг будет раздавать. Чей? А, может быть, выиграет Каспер. Кстати, будет круто, если возьмет Каспер и выиграет у всех этих задротов. Есть у кого-то этот мод, но не у всех он есть. Вот, четыре... Вот, 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 вот. Реконнекция с нормальными никнеймами, ребята. Вот он, Фаник. Вот он, Дэнди. 1437. Эскалибур. Бульба. О, тут китайцы, кстати, шпилят в FIFA в Вичи Гейминг. Надо будет пойти им в FIFA навалять этим нубам, потому что они не совсем понимают, как в нее играть. Так, ну что, Артур Бабаевский. Вот он, Артур Бабаевский. Тоже готов уже порабощать. Сейчас начнется путь ворс. Я не знаю, каковы правила игры, кто выиграет. Ну, есть ли вообще какие-то правила. До скольки, что, к чему, как. I don't know. Ну, кто не в курсе. 5 на 5. Snake King тут еще есть. Вот так. Snake King, Скалибур, Фаник, Дэнди, Биг Дик Бандит. Я не знаю, кто-то. А, ну, очень вспоминаю. BTS God's, Каспер, 1437. И Артур Бабаевский. Сейчас будет весело. Ша будет весело. Садись, ну ты же не сможешься из моего экрана больше. Ну, сейчас они перезаходят в игры, чтобы стартанула игра. Да, Snake King, Зай, Экскалибур, Фаник и Дэнди. Садись, против Артизи, Гоца, Каспера, 1437. И это, по-моему, Бульбы, да, или кого там. А, и Бёрнинга, извините, Бёрнинга. ДК Босс, никнейм. Бёрнинг с Каспером, 1437, с Гоцом в одной команде. Сейчас начнется катка. А потом будет ДКВГ играть. И потом Навиега. Я не знаю, какие тут правила. Ты себя размутил, да? Да, я уже все размутил. Правила простые. О, кстати, я тебе показывал видео. Чувак. Хорошие видео. Со стрима. Так, ну что, продолжается у нас. 1-0, кстати, уже повела команда, которая справа. И первый фраг, кто у нас сделал, так, это Ласт Хитс Денайс. Тут должны быть киллы смерти. Да, там сейчас такой огонь пойдет. Там уже сдох Экскалибур, короче. Я не знаю правила Пудж Ворс полный. Знаешь правила? Вот Фаника, смотри, зажали. Фаника вытягивает сюда. А какие правила есть Пудж Ворс? Ну, типа, кто побеждает, я имею в виду. Опа. Вот Гоц приехал сюда. Я не знаю. И Гоц обратно увозит просто. Кто это увозит? Ну, Каспер просто... По киллам за время, что ли? Ну, наверное, я не знаю. Я черт его знает какое-то время. Что это за руна? Я сам не знаю, что это такое. Снэйкинг делает Форсблат. Ну, короче, тут жесть какая-то полная. Очередной хэдшот. А, хэдшот это когда два одновременно, да? То есть, это если одного тащит, а второй, собственно, попадает в летящего уже хуком. Ой, внутри тут начинается, короче, полная жесть. Вот, вот. Классный, кстати, хэдшот. Снэйкинга убил Гоц. Ну, кстати, довольно забавная игра. Только вот надо понять правила. 2-1 уже у Снэйкинга. Что там у Каспера? Мы следим за Каспером. У Дэнди 0-0, у Фаника 0-1. Дэнди, боже, такой днарь. Где он вообще тусуется? Давайте следить за Дэнди. Ты с 5 лет за Каспера? Я с 5 лет за Каспера. А вот я буду смотреть на Дэнди так. Что там будет делать Дэнди? Ну, Дэнди пока 0-0-0-0. Дэнди пока еще не начал играть. В то время как у Каспера уже 1-1-2. Каспер только что первый раз погиб. До этого было у него 1-0-2. Сильный Каспер. Где он там? Вот он. Вот он Каспер. Короче, вообще ничего не понятно, что происходит, если честно. Нормально. Сейчас Зай будет попытка вытянуть, но на самом деле попадут. Эдшот. 6-4, команда справа выигрывает. Статистику следим. Каспер 1-1-2. Где Бернинг? Бернинг 1-1-2, как у Каспера. О, Готс уехал. Тут Дэнди. Руку его бей. Бей рукой. Я, кстати, вижу первый раз вот этот Дишин уже во второй доте, где еще по реке плавают вот эти бонусы. Да, я, кстати, не знаю. Я вообще не знаю, что они дают, эти бонусы. Я тоже не знаю, что они дают, но в прошлый раз, когда я смотрел стрим с этой игрой, еще не было их. Да, сейчас есть фаник. Хотел сделать здесь хэдшот, Зая вытаскивает в итоге фаник. Назад, но могут... Нет, не успевают. Ой, тут Готс, 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 живи! Дэндика на самом деле увезли на ту сторону, но сейчас будут что-то... Он может прицепиться, он сам может сам тебя вытащить и прицепиться за фонарь. А, за фонарь можно еще цепляться? Да, да, можно цепляться. Я не знал, хэдшот очередной. 7-7, кстати, ровная у нас Рубилова. О, у них кто-то что-то приобретает. Вот хасту. О, а, да хаста! Да. Он притянулся хасту и вынавая фаник, Дэнди, но это в одной же команде. Кого там лучшая всего стата сейчас? 0-0-3. 1-4-3-7. Я не могу понять, почему такие медленные бюджеты. Это кто-то засловил что-то, наверное. Фаник? Ну, тут фаник, а Каспер просто вытащил. Все, прошел этот бонус. Это, походу, какой-то жесткий бонус. Боже мой, как же их... На! О! Слышу, крик там идет бешеный. Что у Каспера? У Каспера 2-1-3, слушай, а Каспер-то топовый. Сейчас начнут появляться мины на карте. А мины где появляются? Ну, их покупаешь и ставишь в точки, и, собственно, их можно притянуть. А вот это что летит? Не знаю. Хрень какая-то. Но ее никто не поймал, зато поймали здесь у нас Бернинга. Бернинг с фаником зарезался. Просто Бернинг. Бернинг-фаник. На самом деле, есть стратегия поменяться сторонами. То есть, это чтобы все красные перешли на сторону зеленых, быстро их убили, к примеру. А, я понял. И там, это, кемпили их на респе. А, ну это нормально, кстати. Зая здесь добивает и DC-10 еще. Это, конечно, не так легко сделать, как кажется, но можно. Ну да. Я несколько раз в первой доте такое видел. На первой доте какие-то попроще не выглядят. Тут, ну, тяжелее. Или то же самое, походу, не тяжелее. Ну, короче, по поводу кастом-мапс, понятное дело, что скоро они будут полезть, чаще-чаще зацепились. Не понимаю там, почему Каспер только что не пошел на хэдшат. Слушай, тут научники током бьются. Да? Да. Ох, Каспер там фанника тем временем убил. Вот, ты смотри, просто тут разваливает команда красных. Там, смотри, киллинг спри просто у этого, у Бёрнинга. Каспер за заем. Каспер Бёрнинга к себе притянул Каспер. Говорит, иди сюда. Ну, довольно веселая игра, только надо понять. Каспер, что творит Каспер вообще? Ну, у него 4 уже фрага подряд. Киллинг спри, Каспер Уныш. Шел за Калибуром, но тут Калибура просто так не убить. А вот это, а, вот это ДД, а, Шилд Берьер. Это Шилд Берьер, это не ДД. Что, и как он работает? Черт его помню. О, начали появляться айтемы у пацанов, вот уже лайфстил. А, ну вот это... Это скорость бега, потом обычно покупается лайфстил. Фонарь, который... Ну, посмотри, что это дает, что дает фонарь. А, фонарь дает 25% increase damage. Ну, вот. Неплохо. Каспер доминейтинг просто. Вы вообще понимаете, что происходит, а? А, ну вот Касперу сбили доминейтинг. А, ну вот Касперу сбили доминейтинг. Я не знаю, может он знает, там какой-то мега-айтем, который надо покупать. Где там у Каспера? Каспера 5 фрагов пока, Снэкин сделал даблкил. Вот у него 2,5 голды. А ну, открой шоп, посмотрим, что там есть. Ну, и 700. Течис, Эксплозив, Бэррел, 90. А что он не тратит? Ну, в основном надо покупать вот эти вещи справа. Слева это консюмер, а вот справа там сильные вещи, которые градятся. Он может в конце концов взять себе уже сапоги чуть ли не 4 сразу. Каспер очередной фраг клипает, его вытягивает на другую сторону. Каспер. И тут красавчик, 437, сейванул его-то. Но поймают. А, и все, это минус Каспер, походу, да. Дэнди, на голове. Дэнди наказывает нашего. Как тебе птизи пишет лаги? Мам, меня лагает. Так, ну тут, по-моему, Бернинга загнали все, и толпой втроем. А, кстати, шло голосование, кто будет играть? Не, просто сели, кто хочет, тот играет. О, нифига себе, что это? Каспер отстащила и горит Каспер, вот Дэнди тянет. Каспер что-то купит себе или нет? А, купил что-то Каспер. Next Joe's, у него лайфстил. Это лайфстил от этого, от всего дома. Ты идешь за Фаником, Каспер. Каспер. И его убивает Фаник. В итоге шел Фаник за Каспера. А что у Фаника за этом? А, у Фаника Тиннис Арм, 2000 рейнджа. Что это за ТОСы сейчас были? Что вообще происходит? Ну, ТОСы, это ТОСы, собственно. Пиздец. Прошу прощения. Тут такой трэш просто, заяча, с толпой. И вытягивает его сюда Фаник. И Фаник, а иди сюда, сразу же хэдшот. На Дэнди еще и Дарксировская фигня какая-то. Он градит бассейны. Дэнди быстро бегает? Да. Жесткий. Жесткий. Дэнди клипанул, кстати, там фраг пока убегал. Что-то цепляет Каспера, а Каспер хочет убить Дэнди. Ну и убил он Дэнди. Очень тяжело было бы выйти. Ну да. Это Каспер. Так, кое-7 фрагов. У Каспер топ-1 по фрагам до сих пор. Ну, все-таки очень ровно идут. Каспер и Дэнди. Короче, лидирует Каспер. За я притянули. Да-да-да. Смотри, ты пошла погоня. За Дэнди боссом. Дэнди босс. Каспер что-то покупает. О, по мини пробежал Дэнди. А, Каспер грейдит. Тут, тут, подожди. У него сейчас 40% демэджинг лис. А демэдж с руки или от хука? От хука, я так понимаю. Ну, у всех с руки одинаковый Каспера вытоню. Вот так вот его просто здесь казнили. Вот, вот. А это у кого ты только что выбрал? Вот у него уже пол. А, у Бернинга полный запак. Где там Дэкбосс? Там, конечно, не грейдженные, но... Да, но у него все не грейдженные. Видишь, так тут непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, выигрывает команда правая. Каспер 8 фрагов. А там у Бернинга уже должно быть больше, не? У Бернинга 7. Каспер. Это кто? Что он делает? Танцевал. Он реально просто танцевал. Так. Пошли хуки. Странно, минами не пользуются, парни, вообще. Слабенькие просто. Было две мины, а вон одна есть. Где-где-где-где? Он... Под той базой есть мина. Она где-то... Не-не-нет, ниже-ниже-ниже. Вот где-то здесь. Она на карте отображается ромбиком. Я ее просто сам не вижу. А, я понял. Ну, вот она где-то. А вот она же есть, да. NPC. Ну, понятно, недоделанная пока еще игра. Там Дэнди клепает... Дэнди убивает, собственно, Каспер, а Дэнди... Там 2.12 экскалибур, что-то он очень слабый. 8 фрагов Дэнди. Не Мипа, не этот... Да, не Мипа, не Тинкер, да. Не Тинкер, слышал, короче. Артурка уехал. Дэнди суицид. Что, суицид можно сделать? Видимо, да. Возможно, на Альянсовскую... Ого. Ого-го. Замакшенный этот. 17 ченский актив плюс 300 дэмэдж пауэр баш. Нифига себе. А, теперь, ну, собственно, он купил вот этот айтем, который повышает дамаг от Хука. Так, Дэнди Каспер... В зависимости от скорости Хука. Теперь ему надо качать скорость Хука. Трипл килл тут. Смотри, что творит вообще Артизий. 9-9-9 у него. На втором месте идет Дэнди. На третьем Каспер, на четвертом Берни. А Дэнди быстро бегает. Зато Дэнди быстро бегает. И вот Дэнди сейчас накажут здесь Артизий. Жив с Дагором быстрее бегает. Быстрее бегает, да. С 33-33 Дэнди. Не-е-е. А, да бегал что. Вот ребята с левой стороны не понимают, что вот если Дэнди долго бегает, там, разводит пацанов, то надо просто по три Хука в одну сторону за ним давать. Вот за теми, кто гонится. И все будет хорошо. Там анстаповал, кстати, только что сбили Артуру. Уже на почти 10 фрагов обгоняют правая сторона. Покажите табличку с никнеймом. Что-то не неправильные никнеймы просто. Ой-ой-ой, тут смотри, всех замедлили. Каспера вытягивают свои. Этот хайперспид, это вообще не хайперспид. Он просто ускоряет от того, кто... Ну легче попадать. Он замедляет всех остальных, собственно... А твой Хук нормально летает. Нет, и ты бегаешь нормально тоже. А, я понял. То есть вот тут так, знаешь, работает. Это как в Вове есть айтем, увеличитель мира, который просто тебя делает маленьким. Вот здесь, знаешь, руна ускорения, которая просто всех остальных замедляет. Скайбур и Артурка за ним приезжает, делает фраги и тут же его возвращает обратно. Что там еще? Такой жесткий этот Артурка. 10-10-10. И опять-таки его Дэнди за собой, говорит, иди сюда. Артурка, Артурка. И его утаскивает домой Каспер. Кстати, еще в прошлой версии на возврате хуки не цепляли, только на подлете. А, я понял. А здесь уже, видишь, доработали. Неплох, неплох. Ну, я так понимаю, по этому счету игра идет? Или до скольки идет игра? Когда она вообще заканчивается, а? Или она не заканчивается вообще никогда? Возможно, они просто 15 минут будут играть. И кто за это делает? Смотри, 2-15 экскалибур просто отыгрывает. Артурка. Артурка не достал. Никого сейчас Артурка тут замочит. Вот, Артурку замочили. Так, 11 у Артура. 8 у Дэнди. 8 у Бернинга. 8 у Каспера. И 8 у Зая. Скажем так, догонять. Я не знаю. Ну, выигрывают правые. Выигрывает команда Каспера и... Дэнди и Каспер клепают еще по фрагу. Нету крика нигде. Бурнинг. Тосс. Дэнди и Бернинг. Хэтшот. Каспер даблкил. Каспер какой-то слишком жесткий, короче. Каспер сейчас догнал уже Артизи. У Каспера мы видим тут 20, это 40, а это 75. Ну, его там убил Дэнди. Ну, же как орут. Как орут вичи гейминг. А в фифу играет. Он не смотрит, как один человек играет в фифу, и все орут. Ну, нормально, что? Это круто. У них нормальная пати. Диско пати. Смотри, что творит. По-моему, глюк сейчас у Бернинга маленький. А, ну вот, вот он нам пишет рекламу. Д2мод.ин. Заходите там, узнаете все инфу. Что к чему? По поводу того, что у нас будет дальше произойти. Ребят, еще раз, зай триплкил. Да ладно. Как только у нас закончится вот здесь вот эта вот садамия, у нас начнется, собственно, игра Вичи против ДК. Ну, а потом будет последний матч дня ЕГ против Нави. За выход в топ-3. Пуф, Артурку в углу тут. Рэйп Артурки. И теперь рэйп Зая и Дэнди. Слушай, Бернинг на первое место вышел. Да, Бернинг и Каспер. Ну, лагает еще. Мод видно. Никогда не слышал, чтобы люди так болели. Сами с собой играют в FIFA. Они не сами с собой. Они играют с... Он играет с Пупеем, по-моему. Там игроки Вичи Гейминг играют с Пупеем, по-моему, в FIFA. Да, Пупей шпилит против... Не вижу кого. У них там серьезная борьба идет, если я не ошибаюсь. ДК, босс. Погиб. Скажите кто-то... Узнаете, когда заканчивается игра, а? Никто мне говорит, Каспер на Дэнди напал. Барт. На 13 уже фрага побережают. Да нет, тут уже в салат просто. Красные выигрывают. У них просто тащит их к победе. Товарищ Бернинг. А тут, видишь, 3.18 калибур. Фаник 4.11. Днарь вообще полный. Вот и все. 14 минут. Итак. Побеждает у нас в итоге Бернинг 14, Каспер 12, Зай 12 и Артизия 11. Неплохо. Неплохо, неплохо. Ну, хороший мод. Будем надеяться, что его доработают в ближайшее время. Ну, если честно, мне по душе более... Даже тот же рефлекс, который второй мод уже более-менее доработанный, он гораздо интереснее, чем вот этот. Да, в принципе, тут ты прав. Ну, опять-таки, Пуджвордс это чисто больше развлечений, так что, почему бы и нет. Рефлекс тоже чисто развлечений. Ну, типа да, хотели зрителей увидеть. Будем смотреть, что они придумают дальше, какие еще карты. Да что-то придумают. Или все, точнее, придумают. Все те, которые были в этом, точно, я думаю, будут. За всем я вас оставлю. Да, у нас сейчас нас ждет пауза. Пауза будет небольшая. И матч Вичи Гейминг против ДК после этой паузы начнется. Никуда не уходите. Пауза будет высокимонiuтор, поэтому... Каузыка... Продолжение следует...